Школы, детские сады и больницы практически сразу подключили к резервным источникам питания. Полностью восстановить подачу электричества в жилые дома специалистам удалось до конца дня. К выходные кубанцы вновь ожидали низкие температуры и снег. Александр Ткачев поручил круглосуточно мониторить ситуацию и всем службам быть готовыми к любым капризам погоды. Не просто прошла сегодня ночь в Отрадницком, Моссовском, Лобинском районе. Из-за сильного снега, обрепания проводов, линии электропередачи 18 тысяч человек остались без света. И, конечно, нужно при дверях, тем более большого праздника православного, сделать все, чтобы мы минимизировали потери и, конечно, в кратчайшие сроки восстановили электроэнергию. Стихия и стихия, но знаю, что ремонтные бригады на месте, работают достаточно активно. А на сегодняшний момент какая ситуация? На сегодняшний день работает 42 бригады, около 200 человек личного состава задействовано, 40 единиц техники, динамика положительная. Сейчас количество уменьшается, люди, потому что погода улучшилась, плюсовая, колеблется от плюс 2 до плюс 10 по районам. По юго-восток повышенная готовность, дежурство, выставление постов на берегах рек в случае подъема уровня воды. Под особым контролем по поручению губернатора также Сочи и Туапсе из-за обильных осадков здесь сохранялась угроза подтопления. По словам министра гражданской обороны края, жителям этих районов были высланы телеграммы с предупреждением об ухудшении погоды. А в случае осложнения ситуации подготовлены места для эвакуации населения. Под вниманием также Геленджик Новороссийской есть. Здесь синоптики прогнозировали сильный ветер до 25 метров в секунду. Александр Ткачев потребовал еще раз проверить все резервы техники, чтобы в случае аварийных отключений быстро восстановить подачу электричества. Никто из кубанцев не должен оставаться без света, тем более в праздничные дни, акцентировал глава региона. У меня поручение ко всем службам МЧС, естественно, к Баньспасу, и, безусловно, к главу администрации, районам, городов, поселений. Все сутки, сегодняшние и завтра, конечно, будет на боевой готовности и техника, и материальная часть. Все ресурсы, которые необходимы и в вашем распоряжении, на чеку быть. Поэтому к любым вызовам природы быть готовы. Пожарное подразделение, веренное администрацией края, численностью 700 человек, значит, и Кубаньспас, около 1000 человек, приведены в постоянную боевую готовность на все праздничные мероприятия. Составлен график, постоянная связь с дежурной частью, взаимодействие с МЧС, и дежурство на автомобильных дорогах выставлено в дополнительные посты. Также министр гражданской обороны рассказал, что на Пасху все правоохранители на двое суток перешли на усиленный режим работы. За порядком в праздничные дни следят больше 7 тысяч полицейских и казаков. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.